Дорогие приятные, уважаемые коллеги, я благодарю за приглашение, но начну я с самого простого. О связи между психикой и мозгом говорят очень много, очень много пишут. В последние годы очень много публикаций по поводу того, как рубежные ученые делают одно открытие за другим. И эти открытия связаны с тем, что в головном мозге, в частности в коре головного мозга, обнаруживают все больше и больше центров, зон, отделов, которые обеспечивают те или иные психические функции. Вот на этот счет мне хотелось бы поговорить и высказать некоторые сомнения по поводу, ну по крайней мере, теоретических перспектив рассуждения о том, что в мозге такие центры действительно удастся локализовать и обнаружить. Такие центры, которые одинаково исходны у людей. Ну и вот давайте начнем с самого простого. Откуда берутся разговоры о психике, о психическом? Ну, наверное, можно порассуждать так. Вот сначала максимально наивно. Когда-то в истории развития человечества, любого сообщества людей, которые опираются на языковые средства, появляются такие слова, с помощью которых люди начинают вести разговор о том, что они различаются и отличаются друг от друга по таким простым основаниям, как способность или неспособность выполнять какие-то действия, получать определенные результаты, добиваться успеха. И вот такие различия между людьми начинают обозначаться с помощью специальных языковых средств. Обратим внимание, наряду с тем, что мы по-разному учимся выполнять разнообразные действия, ну, например, с предметами человеческой культуры, мы также по-разному учимся во взаимодействии друг с другом. И вы можете обратить внимание, что уже в младенческом возрасте родители и их собственные дети общаются по-разному. Ну, и, соответственно, требуются слова, с помощью которых такие отличия тоже выделяются. Ну, вот на слайде я немножко попытался это представить. Вы посмотрите, какая интересная произошла метаморфоза с этими словами со временем исторического развития человеческого. Она заключается в том, что вот эти обозначаемые различия между людьми с помощью разных слов, они начинают рассматриваться как что-то, что имеет внутреннее основание, а внутри самого человека. И начинают выдвигаться гипотезы о том, что если люди различаются при выполнении действий по успешности, ну, например, сосредоточенности, то есть что-то внутри человека, что полезно назвать вниманием. Если люди различаются по способности, ну, например, познакомившись с новым действием, воспроизводить его в последующем, то назовем это чем-то, что внутри человека находится, ну, значит, должна быть память, что же внутри. И, собственно, вся наша система терминов, ну, или псевдотерминов иногда, которые обозначают разные психические явления, и, собственно, которые вы встретите в оглавлении любого отечественного учебника психологии, она, скорее всего, имеет такую предысторию. Но здесь есть один очень интересный трюк, теоретический, он заключается в следующем. Вот мы начинаем стихийно верить в то, что внутри человека есть память, мышление, внимание, личностные качества или личность в целом и так далее. И начинаем уже обратить внимание, это ведь гипотеза с самого начала, то есть предположение. Но дальше мы начинаем делать еще более интересный ход, мы начинаем выдвигать гипотезы по поводу вот этих гипотез. А что внутри человека порождает эту самую память? А что внутри человека порождает это внимание? Ну, и, собственно, возникает вот такая парадоксальная ситуация в психологии. Кстати, на мой взгляд, психология рассталась, вернее, обнаружила эту иллюзию, но где-то стихийно, где-то осознанно, только в начале 20-го века. Но я обратил внимание теперь на следующее. В связи с этим возникает очень важный вопрос. Вообще для психологии как науки. Потому что ясно, что есть огромное количество, даже, может быть, более объемное знаний, которые к научным отнести нельзя. Я имею в виду, конечно, психологию. Но я обратил внимание, вот возникает такая дилемма. Мозг с помощью нашего организма организует нашу жизнь, нашу жизнедеятельность, предопределяет наши действия, поступки, то, как мы будем включаться во взаимодействие с людьми. Или же логика другая. Ну, вот ее иногда называют системной логикой рассуждений. А может быть, это мы с помощью наших органов зрения, с помощью нашего опорно-двигательного аппарата, с помощью мозга организуем все это. Ну и тогда психика – это функция целостного организма. А не только функция мозга. Ну, это я немножко забегаю сейчас вперед. Ну, вот здесь я сформулировал эти два вопроса. Мы с помощью мозга организуем взаимодействие с окружающим миром. Или мозг принимает решение и управляет нами. Кстати, обратите внимание, если мы начинаем вести разговор о моделировании психики, то, как правило, моделирование сегодня строится на базе второго. Ну, как бы, второй гипотезы, что мозг принимает решение и управляет нами. Ну, и вот теперь полезно поставить вопрос. Психология – это вообще сегодня наука или не наука? Вы знаете, я с некоторых пор начал так говорить. Я говорю, что психология до тех критериев, которые предъявляются к современным научным знаниям, пока, ну, конечно, только подбирается. Она не доросла еще. Но можно говорить о научно-ориентированных направлениях психологии. В то же самое время мы можем обратить внимание, что среди самых разных сведений и данных о психических явлениях мы можем встретить, ну, как бы, разные источники, из которых мы эти данные, если хотите, знания о психике и чай. Ну, во-первых, очевидно, что есть вне научные источники данных о психике, о психологии в целом. Есть обыденный опыт, повседневный опыт. Ну, вот я сейчас заменю эту картинку, чтобы было повеселее смотреть, потому что я буду рассказывать. Чем он характеризуется? А тем, что в повседневной жизни мы получаем знания и представления о психике, когда общаемся с людьми в самых разных повседневных ситуациях. Ну, вот такие знания, они могут носить, или чаще всего носят очень такой наивный, как говорят, обыденный характер. Ну, вот почему ребенок непослушный? А потому что у него будут личностные особенности такие. Почему этот человек такой задумчивый и все время, ну, как бы, избегает общения? Ну, вот говорят, что есть что-то, что называют внутри человека интроверсией. Вот он интроверт. Ну, вот такие объяснения, мы их черпаем из повседневной жизни и начинаем... Кстати, ничего в этом плохого нет. Не очень хорошо, если такие объяснения начинают отопираться профессионалам, ну, например, в том числе учителян, педагоги и так далее. Другой источник знаний о психике, ну, самый такой загадочный, привлекательный, распространенный, который порождает огромное количество так называемых психологических теорий в настоящее время. Вот. Это не совсем теории, чаще всего это гипотеза, основанная на мистических основах. Вот такими, как бы, теориями является, например, теория Фигмунда Фреда, ее классическом варианте. А я вам приведу очень простой пример такой наивной мистической теории. Особенно будут улыбаться те, кто изучает физику. Ну, вот давайте так. Поверьте в то, это первая гипотеза, что существует психическая энергия. Поверьте в то, что эта энергия, ну, во-первых, в разной степени, ну, как бы, присутствует у каждого человека. А во-вторых, поверьте в то, что эта энергия может быть положительной, а может быть отрицательной. Ну, еще во что нужно поверить? Поверьте в то, что с помощью этой энергии мы можем оказывать воздействие и влияние на других людей. Ну, а дальше, продолжая увеличивать вот эти постулаты, в которые нужно верить, можно объяснить все, что угодно, ну, например, в межличностных взаимодействиях между людьми, приписав им положительную, а отрицательную энергию, избыток или недостаток и так далее. Ну, вот это типичный путь мистических построек психологии. Понятно, что есть, ну, близкие к мистическим, религиозно-мистическим направлениям психологии, которые сейчас, ну, в расцвете, можно сказать, в нашей стране, по крайней мере. Но есть особые области психологического знания, где все-таки имеется научная ориентированность, ориентированность на научные методы. Правда, в психологии сегодня научные методы невозможно использовать так, как это было возможно в других естественно научных направлениях исследований, например. Ну, и вот обратим внимание, чем характеризуются структуры психологических знаний, научно ориентированных, ну, и не только психологических, в общем-то. Во-первых, в любой научной области мы можем выделить две удобности. Во-первых, есть данные или знания, как мы говорим, о том, что мы можем встретить в мире, наблюдать, регистрировать, измерять, а в последующем описывать. Такие знания называют описательные. Мы можем, например, просто что-то увидеть в мире, рассказать об этом другим людям. Записать это можно. Но вот такие данные называют феноменологические данные. То, что вижу, наблюдаю, регистрирую с помощью органов чувств, то есть записываю и регистрирую. Но понятно, что в серьезной науке к таким данным относятся очень скептически. И, как правило, в науке описываются явления по-другому. Их можно назвать, вот это подобное знание, объективное описательное знание. Здесь используются специальные измерительные средства, приборы, вводятся единицы измерения. Ну, про это мы немножко скажем дальше. Ну, а вторая очень важная область. Если мы зарегистрировали какое-то явление, то мы обязательно начинаем ставить вопрос. Какие причины лежат в его основе? Какие причины, часто ненаблюдаемые, вызывают и порождают то явление, которое нас заинтересовало? Ну, например, почему особенности наших организмов так различаются? Понятно, что никто из вас, никакой генотип никогда не наблюдал. Да никто и клетки не видит, если иметь в виду возможности наших органов чувств. Понятно, что чаще всего мы с этим знакомимся через разные способы иллюстрации изображений и частно теоретических описаний. А вообще ведь гипотеза гена, например, и генотипа, она была выглянута еще для раздавания, только не было термина, который в последующем был веден в научной области. Но я обратил внимание, теоретические знания, они решают три важнейшие задачи в любой научной области. Ну, немножечко про них. Они порождаются на основе первоначально выдвигаемых гипотез и ненаблюдаемых причин, отближающих в основе дел фактов, явлений, которые изучаются. Для чего эти гипотезы выдвигаются? Чтобы установить причины явлений и дать им объяснить. Но это не все. На основе таких объяснений дальше появляется возможность прогнозировать подобные явления в сходных условиях. И если вот эти прогнозы подтверждаются, то гипотезу начинают считать или называть теорией. Но, как ни странно, в психологии чаще всего теориями сегодня называют гипотезой. Хотя есть теории, которые заслуживают, ну, ими не теории. Вот, коротко я это попытался представить. Сделаем следующий шаг. Вот давайте поставим вопрос. Возможно ли опытное исследование психических явлений? Вот как строится опытное или эмпирическое познание об любой научной области? Ну, во-первых, сначала, опираясь на органы чувств или какие-то сверху регистрации, мы обнаруживаем новые явления. Далее у этих явлений выделяются те свойства, которые доступны восприятию через наши органы чувств. Понятно, что дальше возникает вопрос, как подобные явления максимально строго описаны. И вот на этом пути что делается? По отношению к каждому свойству вводятся единицы измерения, ну, а дальше вслед за ними начинают разрабатываться и запретаться разные приборы, технические устройства, которые позволяют, так и раз, знаете, единицы измерения максимально объективно, независимо от мнений и особенностью головчуств каждого человека строго описывать соответствующие явления. Что позволяет, кстати, и строго их выделять и обнаруживать в мире. Возможен ли этот путь познания в психологии? Ну, вообще, если задуматься, скажите, как, вот если я сейчас что-то вам рассказываю, то я мыслю? Ну, наверное, я на чем-то сосредоточен, тоже, наверное, можно допустить. А, наверное, у меня есть и что-то, что называют память. Скажите, как все это померить? Удивительной особенностью психологии является то, что мире мы первое. Рассказы людей о собственной психике или их переживаниях, их индивидуальных особенностях, или рассказы о психике индивидуальных особенностях других людей. Но тогда мы что измеряем? Ну, по сути, измеряем распределение их речевых самоотчетов. Такие методы познания психологи называют феноменологическими. Надежны они или нет? Вы знаете, вот как показывает множество исследований, для некоторых случаев они оказываются достаточно надежными с точки зрения предсказания некоторых особенностей поведения человека. Но очень часто эти же методы оказываются крайне ненадежными. И даже если они прочли все вот так, есть специально разработанные психологии процедуры, их верификации, разработки этих методов и так далее. Во! И здесь остается много проблем. Поэтому постоянно воспроизводятся споры в психологии. А что же мы измеряем? А что мы меряем? Второе, что мы можем меряем? Вообще психологи, еще экспериментаторы, они измеряют следующее. Мы все по-разному включаемся в наблюдаемые, уже регистрированные, взаимодействия с людьми или с предметами человеческой культуры, с аудийными средствами и так далее. И вот на этом пути мы можем мерить, ну, например, результаты действий, которые получает человек. Ну, скажем, если два учащихся решают контрольную работу по физике, по математике, мы можем глядать на результаты, ну, как-то догадываться о чем-то, что у них там внутри происходит или должно происходить с точки зрения, опять, чего? Наши гипотезы, они наблюдают психические хирурги. Вот такая здесь интересная у нас ситуация возникает. Мы можем измерять еще наблюдаемые особенности поведения, ну, вот движение человека, как иногда говорят, в повседневной жизни действия, сам процесс их выполнен. Сегодня есть видеосъемка, когда можно любое действие разложить в составляющие, но иногда говорят, операции, так. Еще что-то объективное мы можем мерить? И вот дальше опять возникает вопрос. А все эти примеры, если я измеряю, верные или неверные ответы? Вы знаете, вот вы издавали игры. Верные ответы какими способами вы получаете? Понимаете, могут быть разные способы получить верный ответ. Причем и такие, которые вообще исключают всякие формы мыслей. Ну, это вам известно. Ну, вот обратим на это внимание и сделаем следующий шаг. Обратите внимание, а в чем особенность теоретического познания? Вот когда, зарегистрировав какие-то явления, описав их, опираясь на приборы, единицы измерения, начинаем ставить вопрос. А что является причиной лежащей в основе зарегистрированных нами явлений? Вот тогда мы идем по пути теоретического познания. Мы выдвигаем гипотезы о причинах, лежащих в основе явлений. Часто не наблюдаемых. Кто-нибудь к вам света наблюдал? Ну, про гены я уже говорил. Можно войти в любую научную область обнаружить огромное количество гипотез о ненаблюдаемых причинах, лежащих в основе явлений. Собственно, в научном сообществе теориями научными называют именно вот эти системы гипотез, с помощью которых ученые пытаются объяснить, кто-то или иной диапазонный гипотеза. Ну и вот обратим внимание, выдвинутая гипотеза на первом этапе научного теоретического познания позволяет объяснить известные явления. Но она остается гипотезой до тех пор, пока, опираясь на нее, ученые не начинают предсказывать подобные явления в подобной ситуации. И вот если предсказания достаточно убедительны, сбываются, воспроизводятся, с точки зрения уже фактических, эмпирических данных, вот так строится любой эксперимент в науке. Есть замысел, который вытекает из каких-то теоретических гипотез, и есть результат, который регистрируется и соответствует предсказаниям или не соответствует предсказаниям. Тогда гипотеза опровергается, если же подтверждается, то результат соответствует предсказанию. Ну а вот дальше эти теории начинают использоваться для обобщения тех данных опытных, которые накоплены в той или иной научной области. И собственно теория выполняет три главные функции в науке. Она позволяет объяснять явления, она позволяет их прогнозировать, она же позволяет их обобщать. Ну вот есть такой занимательный пример, я его как-то придумал. Представьте себе, что мы с вами сидим в цирке и наблюдаем выступления иллюзианистов. Рядом с нами сидит профессиональный, да еще практически ориентированный физик-оптик. И вот для нас на сцене или на арене цирка происходят чудеса, какое-то волшебство, а он сидит и говорит, а вот если бы они использовали такой-то эфир, получили бы еще более интересные результаты, возникла бы более занимательная иллюзия и так далее и тому подобное. Вот это разные способы, ну если хотите анализы одних и тех же явлений, первый объяснит ничего не может и его восхищает то, что он наблюдает, второй может много чего объяснить и может даже иногда сожалеть по поводу того, что не все использовано в своем известном и что он может спрагнуть. Мы обратим внимание, а что с теориями в психологии? Ну, я немножечко уже об этом сказал, обратим внимание, вот так или иначе в основу психологических теорий часто закладываются гипотезы мистические и они очень большое распространение получают в современной жизни и на это просто нужно обращать внимание и ставить вопрос, ну давайте так наивно поставим вопрос тем, кто поддерживает гипотезы, которые я выдвинул до этого. Вот это есть, существует психическая реальность, ну любой физик скажет, позвольте, позвольте, давайте в лабораторию и вы скажите, как зарегистрировать их. Вот этот вид энергии непонятно могу вам продемонстрировать, вот как идет преобразование, ну скажем, электрической энергии в тепловую могу вам показать в своих лабораториях. Покажите, как какой-то вид, известный нам энергии, приобразовать психическую или психическую в другие виды. Поэтому эта гипотеза остается мистической. Ну и так далее, я продолжать не буду. Кстати, в психологии есть, например, попытки подойти к анализу психических явлений на чисто статистической основе тоже. Есть математики, которые анализируют разные, ну скажем так, статистические данные по поводу поведения животных, а то пытаются их перенести на поведение общения людей. Очень сомнительное на мой взгляд, конечно, мероприятие, хотя оно тоже может приносить пользу с точки зрения, ну например, оказания воздействий на массу людей через средства массовой информации. И, кстати, используется достаточно широко. Ну и вот обратим внимание на другую, на первый вопрос. Психика внутри организма можно с этим согласиться или нет? Вы знаете, что в нашей стране сегодня, ну в общем-то, когнитивная психология начинает очень широко распространяться, заимствоваться, и вот это распространение поддерживается в том числе и в технологиях информационных процессов. Более того, вообще технологии информационных процессов и когнитивная психология, а более правильно, наверное, говорить будет сегодня когнитивная наука, они идут в своем развитии руководства. Ну и вот на что мне хотелось бы обратить внимание. найти гипотезы, на которые опирается когнитивная психология. Как раз она стихийно, а иногда осознанно, помещает психику в мозг человека, внутрь человека. Психика внутри. Ну как она внутри? Что там происходит? Первая гипотеза. Психика это это не что иное процессы и механизмы переработки информации. Ну вот, чтобы было наглядно, одна из моделей в одном из учебников в актерминитивной психологии. Где эти механизмы обработки информации? Ну, та информация, которую мы имеем в виду, когда говорим о памяти человека, о его представлениях, мышлениях, ну она скорее всего где-то в мозге. Что с этой или откуда эта информация берется? Через органы чувств поступают в мозг электрохимические импульсы по нервным волокам. А вот там возникает, происходит какое-то чудо. Мозг с помощью мозга, внутри мозга порождает ощущения. Из них каким-то образом внутри мозга складываются образы и представления. Какие-то механизмы обработки этих образов и механизмов порождают мышление, логические формы рассуждений и так далее и тому подобное. Но так или иначе стихийно рассуждение строится именно так. И если мы ставим вопрос, а что же тогда подразумевается под психикой? Ну, ответ очевиден. Это процессы и механизмы обработки информации, которые преимущественно локализуют сотрудники. А дальше ясно, что шаг делается следующий. Давайте смотреть, что человек делает, какие результаты получает, и какие отделы мозга наиболее активны в тот момент, когда он получает результат. Собственно, вот это и есть центральная линия исследований когнитивных психологов. Я не буду расшифровывать эту схему, потому что схем очень много, и делаем следующий шаг. Ну, вот, если рассматривать эту гипотезу, давайте, что психика в мозге порождается мозгом, давайте несколько таких, но некоторые смешные аргументы будут, некоторые более, ну, что ли, научные. Вот давайте первый аргумент от такой обыденного нашего опыта. Представьте себе, что мы появились на свет, с момента рождения никто нам ничего не рассказывает про нашу психику, и никто нам не говорит, что психика в мозг. Кстати, обратите внимание, относительно недавно можно было найти в истории разных сообществ людей представление о том, что психика как челоголизован в области сердца, а не мозга. И когда, вот, вернемся к нам, и так, мы развиваемся, нам не говорят ничего про то, что психика в мозге, но нас иногда периодически так воспитывают. Знаете как? Когда мы совершаем ошибки, нам хлопают по мягкому месту, как это в России привыкли, да, и говорят, думай, рассуждай, верно принимай решение. Представьте себе, что вот я тот самый ребенок, дороже до нынешнего возраста, и меня неожиданно впервые спрашивают, а я впервые задумываюсь, а где твоя психика? Вот как я отвечу? Ну, в том месте, по которому хлопали. Наверное, так. Ну, вот, аргумент вызывает улыбку, но он, между прочим, пусть наивный, но богатство и судьбой с этим проблемой. Другая, более серьезная аргументация. Вот обратите внимание на следующее. Представьте, допустим, что психика формируется мозгом с помощью мозга и внутри мозга. тогда, если образ возникает, ну, например, образ меня, у всех вас здесь меня наблюдающих, тогда внутри мозга должен быть свой наблюдатель, который этот образ считывает и сообщает вам. Интересный вопрос. Тогда у этого наблюдателя должно быть что-то, напоминающее органы чувств, что-то, что в свою очередь обрабатывает информацию об этом образе, который где-то в мозге уже построен. Но ведь если это так, то вот у этого наблюдателя внутри нас должен быть опять же свой образ, внутри чего-то, что аналогично нашему образу. Вот это называют логической бесконечностью или дурной бесконечностью. Иногда философы ее так называют. И так мы будем уходить в такую бесконечность логического рассуждения. В общем-то, есть и другая аргументация. Но я ее попытаюсь привести спустя какое-то время. Давайте сделаем следующий шаг. А что, если психику поместить вне организма и рассматривать ее вне? Ну вот, на этот путь в свое время стала отечественная психология благодаря наших отечественных ученых, это физиологи, это наши знаменитые физиологи Николай Александрович Берштейн и Петр Кузьмич Анохин. Это наши знаменитые психологи, но среди них Алексей Николаевич Луонтик, среди них Петр Яковлевич Горбелин. Вы редко слышите эти фамилии, но обещаю, что если вас интересует проблема, то обратившись к их работам немного интересного много. Так вот, обратите внимание, а что если психику немножко по-другому рассматривать, в другой логике, в чем суть этой логики? Я издалека в этом. В процессе эволюции когда-то у животных многоклеточных и даже одноклеточных организмов появляется способность к перемещению в окружающей среде, появляются органы перележения. И вот обратите внимание, возникает очень полезная эволюционная возможность. Какая? Если перемещение направлено, то организм получает очень серьезные перспективы с точки зрения выживания. А если активность перемещения в среде не направлена, то организм в общем-то оказывается в поле случайности. Обратите внимание, вот когда в процессе эволюции у организмов зарождается способность выделять свойства среды, выделять в среде объект, выделять отношения между своим расположением в пространстве и расположением разных объектов, вот тогда и появляется то, что называют психикой. Ну как один из вариантов идиотики. И тогда психика это что такое? Это ориентировочная основа наших взаимодействий с окружающим миром. Иногда говорят просто. ориентировка. Но вообще строго говоря, если рассуждать таким образом, то можно выделить три направления развития психических функций у организма. И кстати, здесь психика где оказывается? Между организмами и объектами окружающего мира, как некая функция, некий процесс ориентировки и познания мира. Но я обратил внимание на следующее. тогда первое направление развития психических функций это развитие все более эффективных способов ориентировки возражающей мир, которые ведут за собой эволюционное развитие органов чувств. Второе направление это совершенствование способов организации взаимодействия со средой на основе предварительной ориентировки. Но и здесь совершенствуется опорно-двигательный аппарат в процессе эволюции. И третье направление это накопление отбора в течение индивидуальной жизни. Это имеет отношение к высшим организмам все более эффективных способов ориентировки и все более эффективных способов организации взаимодействия со средой. Но про человека и человеческую психику я сейчас говорить не буду просто обратите внимание. У нас все это намного сложнее и дополняется особыми условиями жизнедеятельности людей. Но для этого потребуется еще много времени. обратим внимание с этой точки зрения впервые был дан ответ на мой взгляд очень убедительный что такое знание и умение навыков. Что такое знание? Наши психологи давали ответ. Это способы ориентировки в определенной предметной области. Способы исследования обследования и познания объектов с которыми имеет дело или может иметь дело человек. Что такое знание? Извините что такое умение? Это способность поставить цель, вынести ее в будущее, сориентироваться и на основе предварительной ориентировки получить прогнозируемый результат. Вот это умение. Что такое навык? Это автоматизированные способы ориентировки и способ организации получения определенных результатов. Это схема которая я не буду расшифровывать здесь я коротко просто остановлюсь. Обратите внимание на то что вообще как идет развитие психики человека если понимать ее в том контексте который я сейчас завтра предложил. Во-первых с момента рождения у нас формируется система мотивационных отношений то ради чего мы начинаем жить. Мы же с младенческого возраста начинаем исследовать окружающий мир и что-то в нем обнаруживаем для себя привлекательное, а что-то нет, что-то мы начинаем избегать. Соответственно, у нас выстраиваются два направления того, ради чего мы живем. Это традиционно и называют мотивацией. Есть то, ради чего стоит жить, включаясь во взаимодействии с людьми. Кстати, это самые мощные мотивы и мотивационные основания жизни любого человека. Представьте, что ваша жизнь с завтрашнего дня без ваших близких, родственников и друзей. Много тебе? Большую часть того, ради чего мы живем. Но кроме того, каждый из нас избирательно начинает предпочитать и изменять эти предпочтения на протяжении жизни те или иные взаимодействия с предметами человеческой культуры. Где это все? Это все из внешнего мира накапливается. Как способы ориентироваться? Ну и обратите внимание, если мы дальше поставим вопрос, вот то, ради чего мы начинаем жить, как реализуется? А мы ставим цели и учимся их ставить. Вообще процессы целеполагания – это большой интересный вопрос, который может потребовать отдельного обсуждения. И вот эти цели мы учимся выносить в будущее. А для того, чтобы их достигать, нам опять же приходится учиться новым способом ориентировки в новых условиях, которые мы в цели ставим. Новым приемом и способом организации действий. Новым способом исполнения этих действий, получения результатов. Новым способом коррекции, контроля этих действий. Ну и вот если вернуться к нашим отечественным физиологам Николаю Александровичу Берштейну и Петру Яковлевичу, извините, и Петру Кузьмичу Анохину, то у них вот эти схемы, немножко другую терминологию, но были предложены в нашей стране в 30-е и 40-е годы. Кстати, то же самое, вот эта схема действия была предложена нашими отечественными учебниками для анализа психических процессов, понимаемых как ориентировочная основа жизнедеятельности в этом организме. Итак, где психика тогда? А вот тогда психика снаружи, а не внутри. Кстати, обратите внимание, вот в таком случае мы получаем две логики, это своеобразное резюме. Первая логика стандартного учебника отечественной психологии. К сожалению, в той логике, которую я попытался представить во втором варианте, ни один учебник пока, на мой взгляд, не написан, есть несколько учебных пособий. Обратим внимание, первая логика. Физические раздражители воздействуют на рецепторы органов чужих. Эти рецепторы преобразуют энергию физических раздражителей в электрохимические импульсы, которые по нервным волонам системного комплекса попадают в мозг. И в мозге происходят какие-то удивительные, фантастические, непонятные процессы, которые порождают ощущения. Ну, давайте я вот приведу несколько примеров. Вот видимый цвет зрительный. А вообще, с физической точки зрения, это электромагнитная волна. И никаких связей между тем, как электромагнитная волна преобразуется, например, в ощущение цветности, до сегодняшнего дня, ну, не установлено. Точно так же, регистрируем мы колебания воздуха, а слышим мы звуки, музыкальные звуки, речи и так далее. Точно так же, на органы обоняния и вкусовые рецепторы воздействуют молекулы химических веществ, взвешенные в воздухе или растворенные водной среде на поверхности языка. А регистрируем мы вкусы и запахи. Как это происходит? На сегодняшний день ответа нет. Ни физиологи не дадут ответ, ни психологи, ни биохи и так далее. Альтернативная логика. Обратите внимание, она нестандартная и она принимается не всеми. И даже многие говорят, что это полный бред. Но я с этими многими тоже готов согласиться, потому что логика нестандартная, действительно. Посмотрите, первый этап. Ориентировочная исследовательская активность животного организма по отношению к объектам во внешнем мире. Подстройка органов чувств, подстройка движений. И это как раз и есть то, что характеризует психику с самого начала. Это и есть психические функции. Далее, функциональная подстройка различных тканей, органов и процессов в организме. Физиологических процессов. Под новые способы ориентировки и новые способы организации взаимодействия с объектами. Фиксирование этих способов подстройки. Реализация их последующих все более быстро, все более эффективно. Ну и собственно, вот это и есть предмет изучения психологии и психофизиологии. И обратите внимание, функции мозга таким образом разделяются на две группы. Первая группа физиологических функций обеспечивает, поставив внутренние среды организма. А вторая группа физиологических функций обеспечивает сохранение и накопление все более эффективных способов ориентировки в мире, все более эффективных способов организации взаимодействия. Посмотрите, акцент смещается с мозга на весь организм, на отношения между организмом и предметами окружающего. И вот здесь мы находим множество ответов, найти вопросы, на которые, в общем-то, не может дать ответы когнитивная психология. А можно еще предмет? Ну вот обратите внимание, по-разному мы будем отвечать на вопрос, что рассматривается в качестве психических функций. Обработка информации мозга или способы ориентировки организма в окружающей мире. Кстати, обработку информации в мозге, в мозге, очень трудно изучать. И вообще, что мы изучаем там, и что подразумевается под информацией, вот именно в мозге. А вот способы ориентировки мы можем изучать и у насекомых, и у человека. И способы организации действий тоже. А вот дальше можем ставить вопрос, а какой тогда метод должен быть использован для познания психики? В когнитивной психологии метод построения моделей, возможных гипотетических процессов обработки информации в мозге и мозгах. В отечественной психологии вот этого направления. Это анализ того, как разные функции организма подстраиваются и производят новые способы ориентировки, новые приемные способы организации действий. Психика тогда становится распределенной на всех функциях и тканях организма. Но без мозга все это оказывается невозможно. Но дальше можно ставить еще ряд вопросов. Давайте так, на них я отвечать не буду, просто прочитайте. Но ответы, поверьте, будут равны. Потому что разные исходные теоретические основания, разные исходные гипотезы заложены в основу объяснений и прогнозов того, что мы будем или можем наблюдать. Тем не менее, в настоящее время мы можем говорить о том, что вот эти два типа гипотез представляют как раз научно ориентированную психологию. Два направления. В этом смысле я еще хотел бы вот на что обратить внимание в завершение уже. С самого начала я был не совсем строг в рассуждениях. Дело в том, что я неверно поставил вопрос, где психика, внутри организма или снаружи. Но так поставив вопрос, я надеялся того, что вот так мы пришли через это разделение к такому противопоставлению двух крайних позиций. Ясно, что если говорить о том, где психика, она распределена между организмом и внешней средой как функцией ориентировки. Но в том числе невозможно без воспроизведения и реализации этих функций со стороны организма. Но здесь вот какая интересная ситуация. Мозг, мозговые функции подстраиваются под новые способы ориентировки. А не мозг порождает новые мысли, новые способы выполнения действий и так далее. И можно в заключении еще один пример, который вот очень демонстративен. Очень часто можно услышать, что вот в мозге человека обнаружены особые речевые зоны. Зона брака, зона верники. В левом полушарии, у правшивей чаще всего и так далее. А давайте порассуждаем. Да, кстати, первая зона, зона брака, она расположена в передних отделах головного мозга. А зона верники височных отделов, ну, плотных и височных. Обратите внимание, что такое зона брака? Это зона, которая реализует артикуляционные движения человека. А что такое зона верники? Это та зона, которая реализует слуховую чувствительность. Анализ, ну, как говорят, слуховых данных. И подчинена реализации вот этих задач ориентироваться в содержании речи и так далее. Обратите внимание, а что происходит с детьми, которые врождённо глухие и пользуются зрительным восприятием, когда учатся говорить? Но говорить особо могут. У них, получается, зона смещается врождённо. Мост подстраивает, новые отделы, такие затылочные. Под визуальное восприятие жестово-имитационной речи. Для нашей страны был очень важен эксперимент по обучению слепо-глухих. Представьте себе, людей научили говорить, есть доктор психологических наук, слепо-глухов, с 4-х летнего возраста, если я не ошибаюсь. Который получил высшее образование, стал доктором психологических наук, но у него мозг подстроен под особые типы речи. Какой? Речь, осуществляемая через кожное прикосновение. Это совсем другие отделы мозга. Можно ли тогда говорить о речевых зонах мозга? Спасибо.